Торжественные фанфары, мягкий джаз в живом исполнении, в первых рядах первые лица города и края. Координатору судостроительного кластера региона, Дальневосточному центру судостроения и судоремонта, исполнилось 10 лет. Круглая дата означает для компании не только закрепление минувших достижений, но и готовность дальше следовать курсу, которым идет страна. В 2007 году по решению руководства страны и лично Владимира Владимировича Путина была создана объединенная судостроительная корпорация, в состав которого входил Дальневосточный центр судостроения и судоремонта. Основной задачей этой организации являлось объединение в одной организации всех мощностей по судоремонту и судостроению на российском Дальнем Востоке. За время своего существования ДЦСС внес огромный вклад в развитие региона. К слову, под его патронажем как исполнительного органа находятся около 20 различных организаций, многие из которых на момент слияния уже имели опыт в сфере судостроения. Это и Востокпроект Верфь, и СВРЦ, и даже знаменитая звезда в Большом Камне. Кроме того, в него входят предприятия из других регионов, например, Камчатского края. Так Татьяна Дымова еще за 8 лет до создания Дальневосточного центра работала в этой отрасли и считает, что детище президента ДЦСС готова к новым достижениям в постоянно меняющихся условиях рынка и в будущем. Десять лет прошло и незаметно, и сложно с одной стороны. Были и трудности, и победы. За прошедшие 10 лет города, в которых базируются предприятия, управляемые ДЦСС, обеспечивали для своих регионов налоговую базу и рабочие места. Главной целью Дальневосточного центра судостроения и судоремонта, по словам виновников торжества, была и остается модернизация и улучшение качества российского судостроения на Дальнем Востоке. Олег Завьялов, Евгений Черемхин. Новости на Восьмом.